Порой даже мимолетное появление в картине остается запоминающимся для зрителей. Или наоборот, появившийся в кадре актер не откладывается в памяти. Сегодня мы расскажем вам о звездах эпизода, которые согласились на небольшие роли в знаменитых фильмах. Американский актер Мэтт Дэймон, несмотря на богатый послужной список, не отказывался от эпизодических ролей. Так, например, он снялся в молодежной комедии «Евротур». Дэймон сыграл дерзкого парня, который отбил девушку у главного героя. Из его уст прозвучала главная песня фильма «Скотть не знает». Также этот актер мимолетно засветился в киноленте «Дэдпул», сыграв деревенщину на пикапе. Квентин Тарантино то и дело появляется в снятом им же фильме. Такое у режиссера хобби. Но самое необычное его появление киноманы увидели в ленте «Бесславные ублюдки», где Тарантино не появился целиком. В кадре присутствуют только руки Мэттро, душащие шпионку. Российский режиссер Эльдар Рязанов не отстал от своего американского коллеги. Он также появлялся в отснятых им же фильмах. Рязанова можно увидеть в ленте «Ирония судьбы» или «С легким паром». В сцене, которая происходит в салоне самолета, подвыпивший Женя Лукашин пытается пристроиться на плечо рядом сидящего пассажира, которого и сыграл Рязанов. Билл Мюррей мелькнул в комедийном хорроре «Добро пожаловать в Зомби-Лэнд». Голливудский актер исполнил роль охотника за мозгами и появился в сцене, где главные герои Вуди Харрельсона и Эммы Стоун танцуют под трек «Гоустбастерс». Кристофер Уокен тоже не отказывается от эпизодических ролей. Так, например, актер сыграл в фильме «Криминальное чтиво», где исполнил роль капитана Кунса, который рассказывал маленькому мальчику о жизни его отца. Дональд Трамп тоже успел попробовать себя в качестве актера. Президент, миллиардер и автор тренингов по бизнесу появился в новогоднем фильме «Один дом 2». В одной из сцен Кевин обращается к постояльцу отеля «Плаза», которого и сыграл Трамп. Помните ли вы этих актеров в эпизодических ролях? Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.